всем привет мои хорошие по многочисленным просьбам все-таки буду показывать раз в неделю из себя на канале видео с другими моими растениями не орхидейными которые я покупала как сопутствующие моим орхидеям которые создадут красивый зеленый фон закроют те места где орхидеи не поставишь потому что там нехватка нужных условий и такие некрасивые пустые пятна мне не нравилось вот заполнить пространство также конечно же поднять влажность потому что все мы знаем когда мы собираем в одном месте много растений они создают такой свой особый микроклимат там подымается влажность за счет испарения влаги через листья за счет испарения влаги из субстрата все вот это улучшает тот самый нужный микроклимат да и начну я с вот этого филодендрона медуза или его еще называют пейнтед леди насмотрелась я на филодендроны как как они разрастаются потому что я всегда иду смотреть как растение будет выглядеть когда она уже разрастется чтобы знать на что рассчитывать и так мне понравился рисунок на листьях вот на этом листе хорошо видно рисунок но когда я получила у меня вообще перипетии были череночками я заплатила за череночек и получила череночек пришел он во первых я расстроилась он был абсолютно зеленый вот такие зеленые листья и он был меньше я написала девочки продавцу она очень извинилась что перепутала и предложила обменять я время давайте уже не будем менять я вам доплачу за маленькие вы мне пришлите тот большой который я изначально купила прислала она мне тут большой бывает все мы люди и у меня появилось два черенка я их посадила но опять-таки я была не в сильном восторге от этого всего но потом это чудо начало разрастаться разрастается она неимоверно быстро очень быстро кстати вот хочу показать вот это вот это мое любопытство ребята если у вас есть листик который не разворачивается не надо ему помогать получается вот такая как а вот и но так быстро разросся вверх сильно шпарит и в общем я вот почеренковала на днях и смотрите какие шикарные листья листья действительно сумасшедшей красоты и это тот случай когда я была разочарована в момент покупки но боже в каком диком восторге я сейчас нахожусь посмотрите на эту прелесть я срезала две верхушечки нужно действительно уже очень высоко вымахала растения но вот собственно в кадр это не помещается и вот очень очень высокая я не хотела наращивать палку на которой она держится и решила почеренковать покажу вот череночки только поставила в водичку чтобы они наращивали корешочки и хочу сказать и размер листьев очень мне нравится это не предел они еще будут расти и цвет конечно просто бомбовский и и теперь я влюблена и огромная особенность для вот этой вот красоты это вот этим шикарным не могу не показывать вот этим вот разрисованным таким мраморно-зеленым листьям а красные черешочки этих листочков и красный стебель да и вот красную жилочку ее видно добавляет это красный цвет пикантности очень красиво смотрится поэтому это та моя любовь которая пришла не сразу нам пришлось немножко подружить пообщаться и потом я уже действительно заинтересовалась этой красоткой по уходу скажу так как по мне ребята не сложные но для меня не сложно потому что у меня орхидеи для которых я создаю до определенные условия и поэтому та же высокая влажность которая нужна филодендронам она у меня есть неплохой свет но кстати вот просветы хочу сказать по своим филодендронам заговорились по своим филодендронам по монстере по сингоне вам скажу что хороший свет конечно нужен чтобы красивую окраску листьев наблюдать но он не столько критичен например вот это чудо она не видит солнечного света практически она у меня стоит на подоконнике в кухне который выходит собственно окно на балкон и притянка плюс и в стеллаж с орхидеями плюс же еще расстояние от окна самого балкона до окна в кухню писаем понимаете света доходит мало от солнца очень мало и основной свет который они получают это со стеллажа который стоит с обратной стороны этого окна с орхами и там честно говоря ничего супер специфического никаких профессиональных там флористических ламп то есть просто вот обычные лампы до светки без каких-либо наворотов и вот да прекрасный результат как по мне очень шикарные красивые листья вот получаются и все отлично себя чувствует поэтому для меня выращивание филодендронов проблем никаких не было плюс что касается посадки я к этому подошла со своей стороны и я так немножко представила какая какой должен быть грунт там где растут эти товарищи и добавила достаточно много в саму землю коры мха там по моему еще есть лавовые камни да вот они есть даже вот на поверхности есть это все хорошенько перемешала и посадила и вы знаете вот круто хорошо пошло потому что он получился и дышащий и при этом влажный и хорошо распределяется кстати влага снизу до верху горшка это то у меня сид в непрозрачном но у меня есть филодендроны которые сейчас прозрачных горшках я хорошо наблюдаю как испаряется влага как это все происходит то им понравилось им действительно понравилось и мне под как они так растут и вот такие уже вымахали и когда они уже вымахали красивые не только медуза мне стало немножко стыдно потому что удобряю я их как и свои орхидеи всем тем же и решила я купить для них удобрение отдельно я купила пока для декоративно-лиственных посмотрю что из этого получится и теперь они получают вот когда орхидеи у меня получают подкормку именно нпк да там где у меня для цветения для роста я их чередую а этим товарищем отдельно замешивается их удобрение для декоративно-лиственных но в принципе последние листья росли уже на этих удобрениях поэтому мне кажется все им понравилось но опять таки я не сужу об удобрениях обычно очень быстро я хочу посмотреть на них в долгой перспективе в течение года я примерно наблюдаю и потом же говорю понравилось так или не понравилось вот на этом буду заканчивать видео вот такой у меня красивый филодендрон медуза или пейнтед лейли и ждите еще видео их будет много у меня много сопутствующих вот буду показывать ну что ж ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео жду вас в комментариях интересно послушать какие у вас сопутствующие и что появилось сначала декоративно-лиственные или орхидеи потому что у всех по-разному и на этом уже точно все и всем солнечных дней пышных цветений пока пока